Игорь Николаевич Семиволос, директор Центра Ближневосточных Исследований. У нас в эфире Игорь Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Как всегда, следим за Ближним Востоком. У меня там семья в Израиле. И каждый день мы начинаем с того, что смотрим, летают ли самолеты в аэропорт Бен-Гуриона. И уже сейчас некоторые авиакомпании европейские резко сократили авиасообщение. Все это не очень хорошие знаки. Также не очень хороший признак того, что происходит, это сообщение западных мировых посольств, которые срочно призывают своих жителей покинуть Ливан. Ну что, Игорь Николаевич, ждать трагедии очередного витка войны? Как вы смотрите конкретно сегодня на ситуацию? Вы знаете, тут ответа очевидного нет. Потому что, с одной стороны, Иран не имеет возможности не ответить. Для них это очень серьезный политический провал. И это оскорбление, которое нельзя оставить без ответа. С другой стороны, Иран пока сейчас не готов, скажем, к введению долгосрочных боевых действий. И поэтому, мне кажется, что в ближайшее время, если исходить из этой логики, а не из логики того, что нужно ответить очень быстро и для того, чтобы закрыть потом эту тему, то, скорее всего, Иран в ближайшее время не будет применять ракетное вооружение, не будет наносить прямого удара по Израилю, а будет осуществлять стратегию мелких ударов. То есть, используя свои проксии, то в первую очередь Хезбаллу будет наносить удары по северу Израиля. То, что мы уже наблюдали вчера, и, вероятно, это можно будет наблюдать и в будущем. В первую очередь для того, чтобы максимально уменьшить количество ППО, то есть снизить готовность Израиля. И через какое-то время, через, допустим, месяц-полтора, если мы понимаем, что сейчас Израиль находится в полной боевой готовности, вот когда, собственно, уже израильская армия, израильское руководство станет ждать, то тогда можно нанести удар по принципу, что месть подается в холодной. Я так вижу эту ситуацию. Вполне возможно, я ошибаюсь. И там может развиваться ситуация, как вы понимаете, совершенно по другому сценарию, если, допустим, сейчас Израиль осуществит еще один теракт или еще нечто подобное. И в таком случае, конечно же, она может ускорить события. Ускорить события, да. Ну вот, Игорь Николаевич, вчера появилась информация от «Иерусалимпоста», где было сообщение, что Иран таки готовится, да, в ближайшее время. Называются даты. Даты очень важные для Израиля, для евреев. Это 12-13 августа. Дни очень важные. Тиша-Биава, это действительно дни траура, дни, когда были разрушены 1-й и 2-й иерусалимские как раз и храмы. 12-13 августа, у нас с вами сегодня 3-й, да? 3-й или 4-й августа? 4-й. 4-й, спасибо, Сакен. То есть это буквально через неделю. Что, по вашему мнению, может произойти на этой неделе, кроме того, что вы уже сказали, что Израиль может предпринять какие-то действия, да? Вот сегодня, опять же, появилась информация о ликвидации еще одного главаря, и Хамаса, да, командира Хамаса. Что еще может, скажем так, ускорить действия Ирана, Хизбаллы из Ливана и так далее? Какие могут быть такие триггерные моменты? Ну, видите, мне кажется, что, понимаете, каждая сторона сейчас сосредоточена на том, чтобы не допустить ошибки. Потому что в конечном итоге финалом это действительно полномасштабная война. Поэтому и в этой игре тот, кто сделает первый неправильный шаг, тот и проиграет. И, соответственно, Израиль рассчитывает на то, что Иран нанесет удар. И поскольку там Израиль не берет на себя ответственность за убийство Исмейла Хани, то, соответственно, это как бы удар по Израилю. Израиль имеет полное право отвечать так, как он считает нужно. А в свою очередь Иран считает, что Израиль, в силу тех обстоятельств экономики, и людских ресурсов, подготовки, фактора ожидания, И Израиль может начать войну на юге Ливана. Тогда, собственно, это будет нападение на Ливан. И это другая история. Это уже как бы агрессия Израиля против Ливана. И дальше может вступать в силу другие соглашения. Вот каждая из сторон пытается выиграть время и выиграть обстоятельства для лучшего своего позиционирования. И не будем забывать о том, что, конечно же, остается на повестке дня война в Газе, остается вопрос, связанный с планом Байдена. Мы помним, и есть информация, она достаточно как бы не очень благоприятная для Нетаньягу разговора Байдена с Нетаньягом, где, по сути дела, если так перевести это на человеческий язык, Байден сказал, что Нетаньягу его подставил. И это означает, что отказ, допустим, Израиля от продолжения переговоров по поводу прекращения войны в Газе или проволочки, которые обычно характерны для стиля израильского руководства господина Нетаньягу, все это, конечно, может быть расценено как тот или иной триггер. Ну и, естественно, продолжение бомбардировок Газа и тому подобное. То есть, таких вот моментов, которые бы точно могли сказать, что вот именно этот триггер сработает, а этот не сработает, я назвать не могу. Слишком большие риски и слишком большой приз. Поэтому каждая сторона будет действовать, исходя из своих соображений. Но для Ирана сейчас очень важно получить вооружение, получить соответствующие возможности усилить свою оборону. И они, как мы видим сейчас, активно получают это вооружение со стороны России. Поэтому до окончания вот этого процесса, скорее всего, удара не будет. Если будет, то тогда, как говорится, значит, сработали такие факторы, которых мы не знаем. Я хочу вас спросить, насколько плохим все-таки знаком есть история, которая произошла накануне. Я напомню нашим зрителям, израильская делегация во главе с руководителем разведки страны, МОСАД, посетила Египет, стремясь все-таки достичь определенного прогресса в переговорах о возможном перемирии в Газе, которые действительно зашли в тупик, и об этом действительно это реальность. Блумберг, ссылаясь на израильские официальные лица, утверждает, что вернулась делегация уже сейчас безо всяких признаков все-таки прогресса. Я вот смотрю, ну, египетские тоже, да, ресурсы, пока какой-то информации такой официально не предоставляют. Хочу у вас все-таки спросить, вот это не предоставление и комментария, вот это, ну, скажем так, признаки прогресса. Насколько это плохой все-таки знак? Еще раз нашим зрителям напомню, это как раз вопрос посещения МОСАДа Египта. Ну, а что тут под другого следовало ожидать после убийства Хани? Ну, это же очевидно. То есть никто сейчас, во-первых, с одной стороны, не будет вести переговоры с МОСАДом, а во-вторых, даже когда эта делегация поехала, то потом были комментарии господина Натаньягу о том, что соглашения нет, и оно не готово, оно не доработано, поэтому, собственно, никакого зеленого света со стороны израильского правительства тоже нет. И поэтому это пустая поездка, с самого начала была. А что, Игорь Николаевич, может сделать Америка, в этом смысле союзники Израиля? Ну, вот мы видим эти сообщения такие воинственные о том, что стягиваются силы, что Израиль поддержат, но неужели тут нельзя просто как бы остановить, может быть, за посредничеством саудитов? Остановить что? Остановить войну? Да-да, маховик этот, который вот на наших глазах... Ну, для этого нужно, чтобы обе стороны хотели остановить войну. А я сомневаюсь в этом. Очень серьезно сомневаюсь. Мне кажется, что сейчас у израильского правительства есть ощущение, что они могут решительно изменить геополитическую и стратегическую ситуацию на Ближнем Востоке, используя, в том числе, конечно же, американскую помощь. Поэтому они, скорее всего, рассчитывают на войну. Игорь Николаевич, а новый президент Ирана, вот он какое-то слово новое может сказать? Или тут пока не изменится Рахбар, Аятолла, в Иране вообще ничего не поменяется? Ну, в этой ситуации он не может сказать новое слово, потому что, опять-таки, оскорбление, нанесенное Ирану, слишком высоко. Убит гость, приглашенный на инаугурацию. Это является из ряда выходящим случаем. И поэтому, собственно, даже если бы Педашкиан и хотел бы, и хочет диалога с Соединёнными Штатами Америки, он не в состоянии сейчас что-либо изменить. Потому что обстоятельства, они развиваются именно таким образом. И все прекрасно, по крайней мере, я точно понимаю, что Израиль, она это рассчитывала. Именно на такой вариант. Игорь Николаевич, так всегда с подозрением следим за тем, как Москва реагирует. И вот это такое затишье, да, пока ничего, никаких движений. О чем может говорить? Россия все-таки, если случится что, примет четко сторону Ирана или будет воздерживаться? Ну, есть информация о том, что уже грузовые военные самолёты летят. Ну, или осуществили несколько полётов с России в Иран. И вполне вероятно, они доставили некое вооружение. Сейчас очень важно, и я так понимаю, что Россия сейчас получает возможность ускорить подписание вот этого большого соглашения с Ираном. И если в этом большом соглашении будет пункт, который предусматривает помощь и защиту суверенитета обеих стран, условно говоря, в случае агрессии, то тогда, собственно, Иран на это пойдёт. И это плохая новость для нас, потому что в таком случае Иран становится частью, официально частью, альянса российского и будет воевать против нас. Хотя, как мы понимаем, он и так воюет, но, по крайней мере, делает вид, что это не так. А второй момент, это во многом закроет вообще окно возможностей переговора между иранцами и штатами. Поэтому, ну, это как бы известный, опять-таки, тезис господина Нетаньягу о том, что с Ираном нельзя договариваться и что Соединённые Штаты Америки совершает ошибку, пытаясь договориться с переговором Ираном. И если исходить из этого его тезиса, то Израиль делает, в принципе, правильный шаг, практически делая невозможным дальнейший диалог с Тегераном. Спасибо вам огромное, Игорь Николаевич. Мы следим за ситуацией. Спасибо вам за конструктивный анализ. Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, был с нами на связи.